Привет, ребята! Сегодня я расскажу про тембр-блок, который я установил в свою гитару. Принцип этого тембр-блока описан в статье «Секреты гитарных звукоснимателей» и принадлежит Густаву Лемму. Принцип его заключается в том, что вместо установки одного конденсатора и регулировки его влияния на звук, мы устанавливаем поворотный переключатель и то количество конденсаторов, которое нам необходимо. Каждый конденсатор формирует свой тембр. И это не просто срез высоких частот, а перемещение пика звукоснимателя. В статье можно подробно об этом прочитать. То есть в идеале мы имеем в гитаре несколько гитарных звукоснимателей. Крутая идея! На практике, конечно, всё не так однозначно. На графике мы видим, что по мере смещения пика вниз уменьшается ещё и его величина. И уже на последних конденсаторах АЧХ становится практически линейной. Тем не менее, мы имеем гораздо большую палитру звуков, чем со стандартным тембр-блоком. Давайте послушаем, как это звучит на чистом звуке и на перегрузе. Субтитры подогнал «Симон» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, ребят, с учетом того, что реально звукосниматели дают очень небольшую разницу, и все-таки основной звук формируется гитарой, вы можете посмотреть мое видео, где я поменял на своей гитаре датчики с Фокина на АРБ, и звук изменился очень незначительно, на чем сошлись практически все комментаторы. С учетом этого данный тембр-блок может явиться очень крутым решением, гораздо более крутым, чем постоянная замена датчиков. Всем удачи и крутого гитарного саунда! На связи!